Закон о продаже земли как надгробный камень для Украины. Всегда есть куда падать. Эта универсальная мудрость применима абсолютно ко всем тем неудачникам, кто с облегчением считает, что наконец-то достигнуто дно. И даже дальше падать некуда. Но это не так. Куда падать Украине, стране, где год за годом сокращается население, деградирует промышленность, растет уровень бедности. А туда же, куда алкоголику, который сначала выносит из дома вещи, продает мебель и наконец решается на последний шаг, расстается с квартирой. Точно так же Украина готова продать свою собственную землю всем желающим. Закон о свободной продаже земли, проталкиваемой партией Зеленского, вызывает сильные эмоции даже у бестрепетных спекулянтов и мошенников из числа его политических оппонентов. Даже самый аморальный человек заботится о том, чтобы в многоэтажке, где расположена его квартира, не случился пожар или наводнение. Протестующие против свободного рынка земли в Украине слишком хорошо знают, что вредной ныньке абсолютно все перемены бывают только к худшему. Вопрос только в масштабах беды. И потому небезосновательно полагают, что свободный рынок земли станет национальной катастрофой тектонического масштаба, которая, нельзя исключать, вообще поставит крест на остатках украинской незалежности и суверенитета. И они не так уж и вне правы. Вопрос первый и главный. Правда ли, что возможность свободно приобрести землю возродит индивидуальное сельское хозяйство на Украине, тем самым возродив украинское село, остановив поток трудовой эмиграции и решая проблему безработицы негородского населения? Кратко. Нет. Неправда. Дело в том, что нормально зарабатывать небольшому хозяйству можно на плодово-ягодных культурах, ставшие хрестоматийными объявления работа Польши клубника, вот это оно самое, клубника, малина, грибы и так далее. Но вся фишка в том, что и до сего дня никто не мешал украинским селянам выращивать все эти дары садов и огородов. Места для клубники и малины нужно не так уж много. Неплохо идет мелкооптовая и розничная продажа. А землю спокойно можно взять в аренду. Не обязательно ведь покупать. На практике же, как всем отлично известно, такой возможностью почему-то мало кто воспользовался. Причин много, но главных две. Относительно низкая прибыль по сравнению с подсолнечником или кукурузой и достаточно высокие вложения в стартовые условия. Парники, освещение и тому подобное. А также оплата наемных рабочих рук по сбору урожая. Ну и нюансы рынка, которые плотно держат монополисты. Тоже надо учитывать. Куда выгоднее купить трактора и комбайны и начать зарабатывать на больших площадях пшеницы, подсолнечника, наконец, рапса. Вот только денег у небогатых селян нет. Да и аренда земли стоит дорого. А покупка будет стоить еще дороже. Получается, что заниматься небольшим фермерским хозяйством и малодоходно, и высокозатратно, а перейти к большому масштабу нет денег. Так, вывод. Вывод прост. Свой кусок земли селянин решит продать, тем паче, что цену прогнозируют целых 2000 долларов за гектар. А кто купит? Купят те, кто заинтересован в крупных и сверх крупных масштабах. Транснациональные корпорации Монсанто, Байер, Пионер и прочие. И это повлечет за собой катастрофу для Украины, куда более серьезную, чем просто переход гектара в черноземы в иностранную собственность. Все дело в том, что сельхоз ТНК не просто зарабатывает на монополизации рынка зерновых, овощей и фруктов, но и делает это максимально жестко. Самый простой и чаще всего используемый сегодня способ – это гибридизация сортов и пород, когда фермерам на местах передаются лишь гибриды, дающие хороший урожай или привес только в первом поколении и вырождающиеся уже во втором. Компании монополисты же хранят и патентуют у себя чистые линии, которые они каждый год используют для производства следующей порции одноразовых гибридов. К тому же компании монополисты всячески пытаются уничтожить местных конкурентов, производящих свои сорта обычной селекции, часто даже лучше приспособленные к местным условиям. Иными словами, все обычные, не генно-модифицированные растения из Украины постепенно исчезнут, а за каждой новой порцией посевного материала нужно будет из года в год обращаться к транснациональным монополистам. Нужно ли говорить, какие потенциальные риски это несет для продовольственной безопасности Украины? Получается как бы не хуже, чем изъятие посевного зерна при продразверстке столетней давности. В России, кстати, рынок земли есть, но он бдительно контролируется государством в интересах национальной безопасности. У России и Украины, мягко скажем, разные уровни реального суверенитета, и что может себе позволить одна страна, для другой совершенно непозволительная роскошь. Кстати, о России. Нельзя исключать и вариант, при котором украинские земли постепенно приберут к рукам соседей не заокеанские, а куда более ближние. Рынок есть рынок, деньги и есть покупаешь. А плодородных земель в России не так, чтобы очень уж много, зато профицит бюджета в наличии. Надо же куда-то инвестировать. В этом свете Зеленские впрямь предстают каким-то российским шпионам. А если проводить скупку украинских земель в комбинации с массовой раздачей российских паспортов, то можно очень быстро получить целые сотни тысячи квадратных километров российской территории с живущими на ней россиянами и без всякой войны. Григорий Игнатов. Закон о продаже земли как надгробный камень для Украины.